Лора Дейв Ответила она «Что есть недалеко?» — сказал он «Туда, где ты?» — ответила она Эдвард Эслин Каммингс Пролог Оуэн любил потронивать надо мной Из-за того, что привычку терять всякие мелочи я возвела в разряд искусства Я теряла все подряд Солнцезащитные очки, ключи, варежки, бейсболки, марки, фотоаппараты, мобильники, бутылки, авторучки, шнурки, носки, лампочки, формочки для льда В какой-то степени он был прав Я частенько клала вещи не на то место Отвлекалась и начисто про них забывала На нашем втором свидании я потеряла парковочный талон На ужин мы приехали каждый на своей машине О чем Оуэн не применил пошутить Он потронивал над моей самостоятельностью Даже в первую брачную ночь А я шутила над тем, что он устроил мне настоящий допрос Задавая бесконечные вопросы о моем прошлом О мужчинах, которые бросили меня О мужчинах, которых бросила я Оуэн окрестил их несбывшимися мальчиками Поднял бокал и заметил, что благодарен им за то, что они мне не подошли Ведь теперь со мной в ресторане сидит именно он, а не кто иной Ты меня едва знаешь, сказала я Он улыбнулся Такое чувство, будто мы знакомы целую жизнь Отчасти он был прав Просто уму непостижим Насколько мы сблизились буквально с первых минут Мне приятно думать, что я влюбилась без памяти И позабыла обо всем на свете Разве тут до парковочных талонов? Мы оставили свои машины на стоянке отеля Ридс Карлтон в центре Сан-Франциско Парковщик и слушать не захотел, что я провела в ресторане всего пару часов За утерянный талон полагался штраф Вы могли держать тут машину неделями, заявил парковщик Почем мне знать? Вдруг вы пытаетесь меня надуть? Сотни долларов плюс налог, и езжайте куда хотите Читать умеете? На табличке значилось Сто долларов плюс налог И вы свободны Ты уверена, что его нигде нет? Спросил Оэн с улыбкой Словно это было самое лучшее, что ему удалось узнать обо мне за весь вечер Еще как уверена Я обыскала каждый дюйм своего взятого на прокат Вольво Потом шикарного спортивного авто Оэна Хотя я в него даже не садилась И серого асфальта в гараже, будь он не ладен Талон пропал без следа Через неделю после исчезновения Оэна Мне приснился сон Муж стоял на парковке В том же самом костюме И с той же пленительной улыбкой на губах Он снял обручальное кольцо и сказал Ну вот, Ханна Теперь Ты потеряла и меня Часть первая Терпеть не могу ученых Которые берут доску Ищут самую тонкую часть И сверлят дырки там, где это проще всего Альберт Эйнштейн Если открываешь дверь незнакомцам По телевизору это показывают постоянно В дверь стучат Открываешь И слышишь новость Которая меняет всю твою жизнь Как правило приходит полицейский или пожарный Иногда в военной форме Но я вижу на пороге вовсе не копа И не федерального агента в брюках С наутюженными стрелками Дурную весть Мне приносит девочка лет двенадцати В футбольной форме Миссис Майклс? Спрашивает она Я медлю с ответом, как всегда Когда меня пытаются назвать по фамилии мужа Я свою не меняла Так и осталась Ханной Холл За тридцать восемь лет Я к ней привыкла И не видела нужды становиться другим человеком Однако за год с небольшим брака с Оуэном Я научилась не поправлять людей Ведь единственное, что они хотят знать Используя такое обращение Жена я ему или нет В данном случае Это все, что интересует двенадцатилетку У меня на пороге Откуда я так точно знаю ее возраст? Большую часть жизни я делила людей на две категории Дети и взрослые Но за последние полтора года Изменила свое отношение благодаря дочери моего мужа Бэйли Типичному трудному подростку Шестнадцати лет При первой встрече я ляпнула, что она выглядит гораздо моложе своих лет Хуже преступления не придумаешь Если, конечно, не считать мои попытки Сгладить возникшую неловкость шуткой Я сказала, что сочла бы это за комплимент В моем-то возрасте Увы, с тех пор Бэйль меня не переваривает Хотя теперь я, ученая, стерегаюсь не только шутить Ну и приставать с разговорами к подросткам шестнадцати лет Итак, вернемся к моей двенадцатилетней подружке В грязных бутсах Которая нетерпеливо переминается с ноги на ногу Мистер Майкл свелел вам кое-что передать Она протягивает мне желтый листок бумаги в линеечку На лицевой стороне почерком Оуэна написано Ханни Я беру сложенную записку Глядя девочке прямо в глаза Прошу прощения Говорю я Видимо, я что-то упускаю Ты, подружка Бэйль Кто такая Бэйль? Утвердительного ответа я и не ждала Между двенадцатью и шестнадцатью Пролегает целая пропасть Ничего не понимаю Почему Оуэн не позвонил? Почему он прислал эту девочку? Первое, что приходит в голову с Бэйли, что-то случилось А Оуэн не смог вырваться с работы Однако Бэйли сейчас дома Закрылась в своей комнате, врубив музыку на полную Сегодня это красавица мюзикл о Кэрол Кинг В знак того, что мне туда хода нет Я не совсем понимаю Где ты его видела? Он пробежал мимо меня по холлу Отвечает девочка Сперва я думаю, что она имеет в виду наш холл Пространство у меня за спиной Нет, не может быть Мы живем в так называемом плавучем доме Оборудованном под жилье судни С окнами в пол И потрясающим видом на залив Сосолито их сотни четыре Целая община Тротуаром нам служит пристань Гостинный Холл Ты видела мистера Майклса в школе? Ну да, где же еще? Мы с Клэр спешили на тренировку И он попросил нас отнести записку Я сказала, что смогу только после занятия Он согласился и дал ваш адрес Девочка достает второй клочок бумаги И двадцать баксов Деньги она не показывает Наверное, боится, что отберу У него что-то с телефоном Он не смог вам позвонить Точно не знаю Мы говорили на бегу Значит, у него телефон сломался Откуда мне знать? И тут звонит ее телефон Точнее, я подумала, что это телефон Она снимает с пояса какую-то навороченную штуку Похожую на пейджер Неужели они снова в ходу? Музыкальное шоу Кэрол Кинг Ультрасовременные пейджеры Неудивительно, что я так раздражаю Бэйль Подростки живут в своем мире О котором мне практически ничего не известно Девочка набирает что-то на девайсе Уже выкинув Оуэна И свою двадцатидолларовую миссию из головы Мне не хочется ее отпускать Ведь я понятия не имею, что происходит Наверное, это какая-то странная шутка Может, Оуэну она кажется смешной? Лично мне не смешно По крайней мере, сейчас Ну, пока, говорит девочка И уходит Она направляется к пристани Над заливом садится солнце И ранние звезды освещают ее путь Я выхожу на пристань Надеюсь, что Оуэн, мой милый, глупый Оуэн Выскочит из-за причала Вместе с хихикующей детской футбольной командой И закричит, что это розыгрыш Увы, никого тут нет Я закрываю входную дверь И смотрю на сложенную записку Вот бы оставить все как есть И не знать, что внутри Просто шутка или ошибка Мне хочется задержаться в это мгновение За миг до катастрофы Разворачиваю записку Послание короткое, всего в одну строчку И непонятное Защите ее Грин-стрит до того, как она стала Грин-стрит Я познакомилась с Оуэном Чуть больше двух лет назад Тогда я еще жила в Нью-Йорке В трех тысячах миль от Сосолита Городка в Северной Калифорнии Который теперь называют домом Оуэнс, Бейли Поселились там более десяти лет назад Сосолита Находится по другую сторону моста Золотые ворота На северном берегу бухты Сан-Франциско И жизнь там совсем иная Тихий Очаровательный островок спокойствия Рядом с шумным мегаполисом Он разительно отличается и от Манхэттена Где я жила в лофте на Грин-стрит в Сохо Крошечной квартирке с астрономической арендной платой Всегда казавшейся мне неподъемной Я использовала ее также в качестве мастерской и выставочного зала Я занимаюсь резьбой по дереву Этим и зарабатываю на жизнь Узнав про мой род деятельности Некоторые люди презрительно морщат нос и с содроганием вспоминают школьные уроки труда Отчасти это так, но в то же время и совсем не так Мне нравится описывать свою работу как изготовление скульптур только не из глины, а из дерева В профессию я пришла по вполне понятной причине Мой дедушка был превосходным резчиком по дереву И я с ранних лет наблюдала за его работой Он был главным человеком в моей жизни, сколько я себя помню И вырастил меня практически в одиночку Моих родителей, Джека и Кэрол, которая просила называть ее исключительно по имени Воспитание детей совершенно не заботило Их не интересовало почти ничего, кроме карьеры моего отца-фотограф Вначале дедушке удавалось хоть как-то привлекать к общению со мной маму А отца я почти не знала Он путешествовал по работе 280 дней в году В свободное от работы время он предпочитал скрываться на семейном ранче в Севене, штат Теннесси Вместо того, чтобы тащиться два часа до Франклина, где жил мой дедушка И проводить время со мной Вскоре после моего шестого дня рождения Отец бросил маму ради своей ассистентки по имени Гвендолин Который едва исполнился 21 И мама тоже перестала меня навещать Она гонялась за отцом до тех пор, пока они не сошлись снова И тогда уже я осталась у дедушки насовсем Впрочем, я вовсе не чувствую себя бедной сироткой Конечно, неприятно, когда твоя мать убегает в закат Особенно, если ты это ничем не заслужила С другой стороны, оглядываясь на свое прошлое, я понимаю Что мать сделала мне одолжение Ни тебе извинений, ни лишних колебаний Она ясно дала понять, от меня тут вообще ничего не зависело Без нее моя жизнь стала счастливее Дедушка был добрым и надежным Каждый вечер готовил мне ужин и читал сказки перед сном И еще раз решал смотреть, как он работает Я обожала за ним наблюдать Он брал огромный кусок дерева и двигал по токарному станку Превращая во что-нибудь волшебное Если же результат его не устраивал, он придумывал, во что еще это можно переделать Пожалуй, в его работе Мне больше всего нравилось, как дедушка всплескивал руками и говорил Что ж, попробуем сделать иначе И изыскивал способы сделать то, чего ему хотелось Наверное, любой психолог, который недаром ест свой хлеб Сказал бы, что это подарило мне надежду Я думала, что дедушка поможет и мне сделает то же самое По сути, наоборот, наблюдая за работой дедушки Я поняла, что не все нам поддается Есть определенные вещи, которым ты делаешь подходы с самых разных сторон И не надеешься на немедленный результат Выполняешь свою работу, чего бы тебе это ни стоило Я никогда не ожидала преуспеть в токарном мастерстве И не думала, что переключусь на изготовление мебели Более того, я подозревала, что вряд ли смогу зарабатывать этим на жизнь Даже дедушка, что бы нам хватало, регулярно подрабатывала ремонтом Однако мне повезло уже в начале карьеры Фотографии моего самого эффектного обеденного стола Опубликовали в журнале «Архитектурный дайджест» И я смогла занять определенную нишу, прославившись среди жителей центра Нью-Йорка Как объяснил мне один знакомый дизайнер интерьеров Моим клиентам хотелось тратить кучу денег Декорируя свои дома таким образом Чтобы они производили прямо противоположные впечатления И с этим мои шедевры в деревенском стиле справлялись как нельзя лучше Со временем моя преданная клиентура значительно расширилась Распространившись на другие прибрежные города и курортные городки Лос-Анджелес, Аспен, Истхэмптон, Парк-Сити, Сан-Франциско Так мы с Оуэном и познакомились Его привел Эйвид Томпсон, гендиректор технологической компании В которой работал Оуэн Эйвид и его жена, неописуемая красавица по имени Белла По праву считались моими самыми преданными клиентами Белла любила шутить, что она трофейная жена Это было бы забавно Если бы она не подпадала под данные определения по многим параметрам Бывшая модель, по возрасту лет на 10 моложе взрослых детей Эйвида Родилась и выросла в Австралии Мои работы стояли в каждой комнате таунхауса Сан-Франциско Где они жили с Эйвидом И в недавно построенном загородном доме в Сан-Хеллене Маленьком городке в северной оконечности долины Напа Где Белла любила уединяться С Эйвидом я виделась несколько раз До того, как он заявился ко мне в мастерскую вместе с Оуэном Они прилетели в Нью-Йорк на встречу с инвесторами И Белла велела им заодно взглянуть на пристенный столик С закругленными краями Которое сделала для их супружеской спальни Эйвид понятия не имел Что именно должен выяснить Вроде бы прикинуть Сочетается ли столик с каркасом кровати Каркасом, на котором будет лежать натуральный органический матрас За 10 тысяч долларов Честно говоря Эйвид-то этот вопрос особо не заботил Он зашел в мастерскую в строгом синем костюме С намертво залаченной сидеющей шевелюрой Не отрывая от уха телефон Бегло взглянув на столик Прикрыл динамик рукой Неплохо Значит, договорились? Не успела я ответить Как он направился к выходу Оуэн, напротив, задержался Мастерская произвела на него неизгладимое впечатление И он внимательно рассмотрел все мои работы Я наблюдала за ним И удивлялась Глядя на странную картину Долговязый загорелый парень С копной светлых волос В поношенных кедах конверс И модном деловом пиджаке Такое чувство Словно он свалился прямо с доски для серфинга Напялив на ходу на крахмаленую сорочку и пиджак Поймав себя на том, что разглядываю его слишком пристально Я поспешно отвернулась Оуэн тем временем Подошел к предмету моей особой гордости Добротному обеденному столу в деревенском стиле Который я использовала в качестве рабочего Большую часть столешницы занимал компьютер, газеты и инструменты И нужно было как следует постараться Чтобы разглядеть сам предмет мебели Оуэн обратил внимание И на твердое красное дерево Из которого я выстругала столешницу И на слегка высветленные уголки, обитые железом Был ли он первым посетителем, заметившим стол? Конечно, нет Но он первым склонился, как частенько делала я И провел пальцами по острым полосам металла Ай! Знали бы вы, как приятно наткнуться на него посреди ночи Заметила я Оуэн встал и напоследок любовно похлопал по столешнице А затем направился ко мне И подошел так близко, что я даже опешила от его прыгкости Наверное, мне следовало смутиться Я стояла перед ним в майке без рукавов И заляпана краской джинса Волосы собраны в небрежный пучок, из которого выбились немытые локоны Впрочем, под его взглядом я ощутила нечто иное «Итак», — начал он «Какова ваша цена?» «Вообще-то образец выставочный и не продается», — ответила я «Потому что он травмоопасен?» «Именно» И тогда Оуэн улыбнулся При виде этой улыбки мне вспомнились все дурацкие поп-песни Дело не в том, что она озарила его лицо Затронула мои душевные струны Или заставила сердце выпрыгнуть из груди Ничего подобного Просто здесь, на Грин-стрит, в центре Манхэттена Я редко встречала такую улыбку Щедрую, детскую, добрую Да что там, таких на Манхэттене вообще не бывает Значит, продажа стола не обсуждается? Увы, нет Впрочем, я могу предложить вам что-нибудь еще Как насчет мастер-класса? Вы могли бы показать мне, как сделать такое самому? Разве что с чуть более мягкими углами Я подпишу отказ от претензий Любые травмы на мой страх и риск Я изрядно смутилась У меня возникло чувство, что мы говорим вовсе не о столе Более того, я была в этом совершенно уверена Насколько может быть уверена женщина, которая целых два года готовилась выйти замуж за мужчину А потом поняла, что он ей не подходит Причем за две недели до свадьбы Послушайте, Итан, начала я Оуэн, поправил он Оуэн, очень мило, что вы спросили Продолжила я Однако у меня есть правило С клиентами только деловые отношения Значит, повезло, что ваше изделие мне не по карману Впрочем, это его немного остудило Он пожал плечами, словно говоря, в другой раз И направился к двери, где по тротуару нетерпеливо расхаживал Эйвит, все еще разговаривая по телефону Он почти ушел И вдруг я поняла Мне нужно во что бы то ни стало его остановить Сказать, что я имела в виду совсем другое Не стану утверждать, что это была любовь с первого взгляда Просто мне захотелось его задержать ненадолго И растянуть удовольствие Увидев еще раз широкую добрую улыбку «Погодите!» Окликнула я Судорожно оглядывая мастерскую в поисках подходящего предлога И протянула ему кусок ткани, принадлежавшей другой клиентке «Передайте это, Белли!» Так себе идея Как сказал бы мой бывший жених Это совершенно на меня не похоже Обычно я сторонилась людей, а не тянулась к ним Непременно Кивнул Оуэн, избегая смотреть мне в глаза Кстати, у меня тоже есть правило Никаких свиданий Я отец-одиночка и иду в комплекте Он помолчал Кстати, моя дочь заядлая театралка И я серьезно упаду в ее глазах, если не схожу на какой-нибудь спектакль Будучи в Нью-Йорке Он кивнул в сторону Эйвита, орущего в телефон Эйвит не любитель пьес, как ни странно Да уж Ну, что скажете? Хотите со мной? Он не стал подходить ближе Лишь поднял взгляд и посмотрел мне прямо в глаза Не будем считать это свиданием Предложил он Разовая акция, так сказать Только ужин и спектакль Приятно познакомиться И пока Из-за наших правил Уточнила я Улыбка вернулась Открытая и щедрая Да Ответил он Из-за них Открытая и щедрая